Фильм создан при благотворительной поддержке «Блаватник Фэмили Фондейшн». Сначала движение, потом щелчок. Попробуй разок. Ещё один раз для Марии. Время иногда тянется очень сильно, иногда оно бежит вперёд с неимоверной скоростью. Порой мы забываем жить в настоящем моменте и наслаждаться тем, что мы имеем сейчас. И важно оставаться сильным, не бояться открывать границы, не стесняться. Я это чувствую. Физически ты мужчина или женщина, но что там кроется, какой у тебя характер и вообще, что ты личность, вот именно это нужно не забывать. Когда ты танцуешь что-то, надо собрать как можно больше всей информации, чтобы ты был чем-то напитан. И когда это всё-всё-всё соберётся, то, что тебе понравится, ты оставишь, а то, что не понравится, можно убрать. И мне кажется, вот сейчас как раз время остановиться и подумать. Не один раз я с этим сталкивался, что порой беготня и вот эта вот лишняя суета, она гораздо сложнее, нежели какие-то тяжёлые танцы. Сам по себе взоряд эмоциональный, он очень сильный. Когда люди делают что-то для себя непривычное, они к этому подходят гораздо более серьёзно, часто и с каким-то свежим взглядом на это. В конце марта на новой сцене Большого театра состоялась премьера балета «Орландо» по одноимённому произведению британской писательницы Вирджинии Вулф. Этот сатирический модернистский роман малоизвестен в России, а вот в Европе он пользуется популярностью. Его главный герой, Орландо, жил около 350 лет. Путешествуя во времени, с чем он только не сталкивался. Любовь, разлука, поэзия, политика, сражения и снова любовь. Превратить эту невероятную историю в полномасштабный балет взялся директор балета Цюриха, известный хореограф Кристиан Шпук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он достаточно известный, конечно, хореограф. Он себя уже давным-давно проявил и на разных площадках мира. Покажите мне свою позицию. Конечно же, мне хочется, чтобы была новая работа, которая бы родилась именно в недрах нашей труппы, нашего театра. Он, собственно, и предложил этот балет, балет Орландо по Вирджиниу Вольфу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда рука идет наверх, вы делаете флекс, потом округляете. Наверх по кругу, наверх по кругу, наверх по кругу. Нет, Евгений. Наверх идет сокращенная кисть, вниз округленная. Кристиан, почему вам интересен балет Орландо, и как эта история пересекается с сегодняшним днем? Это красивейшая книга, и очень сложная. Ее автор, по сути, опередила время, заявив, что ценность личности не зависит от пола. Равной по важности здесь является тема времени. И не только потому, что действие охватывает четыре века. Дело в том, что каждый персонаж понимает время и проживает каждый период по-своему, очень индивидуально. Смотри на нее. Можно я покажу? Отсюда, когда ты здесь. Иди. Просто иди. Иди и веди меня за собой. Да. Здесь нет хореографии, просто обычным шагом. Запомните это, и потом расскажите Ольге и Анне, или позовите их, когда они появятся. Орландо. Главная роль балета. Я понимаю, что полтора часа мой персонаж находится на сцене. Я думаю, что это будет очень энергозатратно. Сейчас начинается самый такой интересный период, когда рождается спектакль. Он сказал, что было бы здорово, ребята, если бы вы почитали книжку. Можете посмотреть фильм. Я обязательно доберусь до книги, но фильм я уже посмотрел. Фильм прекрасный. Мне кажется, даже трудно не влюбиться после того, как ты посмотришь фильм в это произведение. Очень теплое, доброе, искренне. Я прошла весь этап подготовки. Когда вот этот вот побывала в разных партиях и дошла до Орландо. Этап репетиционный, долгий, но периодично он был прерывистым, потому что то хореографы заболели, то я заболела. Пока я восстанавливалась, возвращалась, очень много было упущено материала, и сейчас очень сложно все догнать. Еще раз выбегай. Я думаю, что для постановщиков этот период был просто безумно сложный, безумно нервный, потому что, как сказал Кристин, сегодня к тебе приходят одни люди, на следующую репетицию к тебе приходят другие. И как можно тогда работать и ставить. Речь же идет не о переносе спектакля, а именно о создании оригинальной постановки. Мы начали действия в 16 веке, а теперь находимся в современном мире. 20-е и 30-е годы прошлого века. Время индустриальной революции. Все подчиняется скорости и машине. Станки работают, идет производственный процесс, бизнес, все работает на полной мощности, быстро, быстро. Поэтому я возгоняю с бешеной скоростью. У нас вылетела Юль Скворцова. Она была первым составом исполнительницы «Принцессы Саши». Я на самом деле до сих пор не отдаю себе отчет, что Юля выбыла. Потому что мне кажется, что сейчас все навается, и она придет и будет репетировать и танцевать. Моя история началась с партии «Орландо». Но я заболела, к сожалению, ковидом. Потом попала в абстрактные пары. В связи с травмой я ушла из абстрактных пар тоже. А затем, вот я не так давно вышла, мне буквально три дня назад звонят и говорят, «Заболела, девочка, выучи». Я выучила сама, дома, с телефона. Кристиан меня никогда не видел до этой первой сценической репетиции. Я жутко переживала. Но в итоге все хорошо. Я теперь буду танцевать с Сашей. Хорошо, хорошо, девушки, хорошо. Вы смотрите друг на друга. Смотрите друг на друга. Поменять. Вниз, назад, вниз, назад, вниз. Поворот. Шаг. Ронде-жамп. Да. Поворот. Я понял, так не надо делать. Хорошо, спасибо. Мы немножко уже как-то адаптировались к общей ситуации. Но ведь он приехал со своими помощниками. Достаточно давно они приехали. В октябре. Но они не миновали коронавирус. Я помню этот момент, он просто так переживал, что не ставит, не творит вместе с актерами в репционных залах, а именно вынужден самоизолироваться и находиться в отеле. Он очень переживал. Я провел в номере отеля три недели. У меня было много времени на серьезные раздумья. Я очень благодарен Большому театру за все. Они проявили ко мне большую заботу и поддержали. После карантина я сразу смог полноценно вернуться к работе. А еще мне дали возможность остаться здесь дольше. В общем-то все профессионалы и в любой момент могут, естественно, сделать паузу, потом начать, не потеряв ни в качестве, ни в чем. Но вообще, конечно, это неудобно, это мешает. Все-таки лучше, когда начал работать и выпустил работу. А когда какие-то перипетии, этот вирус несчастный, то неудобно. Еще раз, все вместе. Запоминайте, пожалуйста. Итак, еще раз. Мы делаем шаг, сутеню, через левую руку, атитюд. Кристиан и его ассистенты, Иван и Саша, они оставались и очень много с нами работали. Для них очень хорошие ассистенты. Они большие молодцы. Мне очень нравится с ними работать. Особенно Иван. Он такой позитивный. Иван и Саша, он такой позитивный. Иван и Саша, без этих двух ребят, я просто не представляю, как бы мы все это сделали, потому что они запомнили весь текст за ведущих, за абстрактные пары, за кардепалет. Они знают все. И если бы не они, мы бы просто, наверное, раскисли в какой-то момент и не собрались. Когда вы делаете это, и делаете ронде-жамп. Итак, вы здесь, и после этого делаете так. Вы используете руку для захвата. Да? Давайте. Оттуда. Да. Как будто вы так делали всегда. Самое сложное – это передать танцорам, особенно танцорам большого, которым привычнее танцевать классический репертуар. Понимание того, что это не классический балет. А еще разъяснить им, что именно мы вкладываем в танцевальную форму. Ведь тут дело не в технике. Главная наша задача – рассказать историю, которая непривычна, как непривычное ее танцевальное прочтение. Я не знаю, может, так будет легче. Просто сделайте следующее. Итак, вы здесь, да? Делаем флик-фляк, флик-фляк. Нет, другая нога. Я просто делаю так и так. Что гораздо легче. Потому что я вижу, что вы иногда заваливаетесь назад. Скорее, обстоятельства помогли мне глубже разобраться в теме времени, так как оно показано в книге Орланды Вирджинии Вулф. В условиях изоляции и вынужденного бездействия время воспринималось по-иному. У меня оно текло невероятно медленно. Сейчас же, когда до премьеры осталось несколько дней, оно, наоборот, летит. Что может быть ужаснее открытие, что сейчас, теперешний миг? И пережить такое открытие мы можем благодаря тому исключительно, что прошлое нас заслоняет с одной стороны и будущее с другой, пишет Вулф в своей книге. Непростой и непривычно долгий процесс создания балета Орландо подтвердил эти слова. Приходит с округленной рукой, да? Орландо — это непростой мальчик. Он утонченный, интересный. И, конечно, многие детали подсказывает Кристиан. Что-то я смотрю, как двигаются мои коллеги. Какие-то моменты иногда совершенно вылетают из головы, и начинаешь ходить как балерина, и Кристиан сразу, «Маша, ты мужчина!» Не забывай об этом. Я знаю, что вы будете допускать ошибки, и это нормально. Но сейчас мне нужно вот что. Только посмотри в эти глаза. Я бы хотел танцевать твою партию. И также очень важен момент, когда ты становишься на колено. Посмотри спереди. Перед тобой не священник. Ты смотришь вверх на нее. А ты смотришь вниз. Не надо смотреть вниз. Ты сохраняешь гордый вид на протяжении всего времени. Хорошо? Это важно. Скажу честно, нелегко играть. Ну, даже не играть, а проживать любовь. Тем более в такой экстренной ситуации на сцене с девушкой. И я думаю, что здесь во многом нужно идти, отталкиваться от просто чувства любви, которое ты когда-либо испытывал. Именно вот этот взгляд, глаза в глаза, и какое-то совместное дыхание. И в итоге я пришла к мысли о том, что я вообще забыла о том, что Маша – это девушка. Но это интересно. Очень. Орландо проснулся. Совершенно умею. Он стал женщиной. Ни одно человеческое существо с момента сотворения мира не выглядело пленительнее. Это смешно, но сейчас мне сложнее всего танцевать женщин. Пока мы ищем краски, чтобы быть женщиной, но женщиной Орландо. И на данный момент над этим я работаю. Были моменты, когда ты выглядела потерянной. Но это даже хорошо, мне нравится. Потерянная как будто не знала, куда идти. Это хорошо. Хорошо. А с вами мы можем вместо… Спасибо большое. Никаких мобильных телефонов на сцене. Нет. Первый раз, когда Кристиан задал вопрос, я, говорит, очень хочу, чтобы вы танцевали королеву Елизавету. Я почему-то недолго думая сказал, да, конечно, без проблем. Мне кажется, всегда интересно что-то новое попробовать. Я еще никогда не танцевал никаких женщин. Мне кажется, само Орландо-то, по сути, про то, как в нас соединяется мужское и женское в каждом человеке. У меня не было ощущения, что я танцую историю про мужчину или про женщину. То есть не об этом. Да, что-то в пластике в первом акте, когда Орландо-юноша, мы пытались сделать, ну, может быть, не мужское, но какие-то более приземленные движения, потому что женская пластика достаточно легковесная. Но, в принципе, что важно, Кристиан говорил, что персонажи должны быть естественными. Он говорит, это все равно ты. Сделай настолько естественно, насколько ты это чувствуешь. Красота книги Орландо Вирджинии Вулф в ее языке. Но, разумеется, артисты балета на сцене не говорят. Поэтому я задумал подарить Орландо голос и решил озвучить его музыкальным инструментом, а именно виолончели. Для меня виолончель — инструмент с женской природой, но в нем много мужского. Можно сказать, у виолончели двоединое звучание. Подбирая музыку для балета Орландо, Кристиан Шпук обратился к композиторам разных эпох и стилей. Он соединил произведения 19, 20 и 21 веков. Причем основные музыкальные линии принадлежат двум композиторам — Филиппу Глассу и Эдварду Элгару. Так гораздо лучше, когда вы играете чуть медленнее, и звук становится гораздо лучше. На самом деле теперь звук действительно идет. Я думаю, вам стоит чуть больше вовлекаться. Так лучше. Звук более округлый. Часто говорят, что голос виолончели очень близок к человеческому голосу. Это действительно так. В концерте Элгар это обнаруживается. И в противоположность этому музыка Гласса, совершенно другая по стилю и, естественно, по эпохе, это музыка повторяющихся структур. И, мне кажется, эта музыка очень хорошо позволяет раскрыть план истории Орландо как скачки во времени, модуляции такие. Так, здесь с этой частью мне, по-моему, все понятно. Здесь я был неправ. Я здесь лишь хотел сделать с Челерандо на этом такте, перед Гюмосом. Но это неправильно, потому что это всегда будет совпадать с этим с Синьком. Поэтому я этого делать не буду. Я, наоборот, сыграю. Так, 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 так. Просто, да. Ровно. Да. А так, если здесь большое расстояние, просто уложи сам. Хорошо. Уложи сам. А, ну, здесь уже по тебе все сохранятся. Я понял, чтобы здесь я ни разу не разводил. Вот, вот первую группировку, да. Известно, что, например, если говорить о концерте Элгара, это такое трагическое сочинение, потому что оно связано было, во-первых, с серьезной болезнью со смертью его жены, с которой он прожил всю жизнь. Собственно говоря, он начал писать этот концерт, когда узнал, что она неизлечимо больна. Это 19-й год, это конец Первой мировой войны. И, конечно, такие художники крупные, каким был Эдвард Элгар, они не могли на это не отреагировать. И вот этот концерт пронизан и его личной трагедией, да, и его трагедии, как-то такой гражданской. Можно еще тише, может быть, характер даже звука, я не знаю, как вот, не знаю, ближе, что ли, как к грифу ближе, да, сместить. Такой без... безтелесный звук. Не длинновато, думаешь, немножко? Ну, чуть-чуть, ну, хорошо. Ну, в принципе, может быть, тоже и так, да. Каждое такое произведение требует тщательнейшей подготовки, высочайшего мастерства. Они исполняются в концертных залах, на ведущих мировых площадках, с самыми лучшими музыкантами, скрипачами и велончелистами. Конечно, для наших солистов это очень серьезный профессиональный этап. Сейчас первую часть снова поп... Ну, может быть, не целиком. Да, не целиком, просто, может быть, начало попробовать. Вообще, концерт Элгара, последнее его сочинение такое крупное для сфанического оркестра, там везде идет диалог солирующей вилончели с какими-то группами инструментов или с каким-то одним инструментом. Мы с моими коллегами-милончелистами обсуждали то место, где мы вместе играем, в унисон. Обсуждали, как там мы будем делать акцент. Ну, не так часто в Большом театре играю такую музыку, да, и мне очень приятно, что мои коллеги, музыканты к этому отнеслись очень неформально. Мы как музыканты прежде всего исполняем ее как музыку самодостаточную. Уже во вторую очередь мы рассматриваем то, что происходит на сцене, как это связано с тем, как складывается спектакль. Но технические сложности какие-то эмоционального вызревания этих произведений, это все лежит на музыкантах, и они прежде всего здесь действуют как солисты, как артисты. Каждый профессионал в своем деле. Такое мнение есть, что поскольку это в яме происходит, что-то второсипедное в этом есть. Я считаю, что яма оркестровая, она не потому, что там что-то в подвале находится. Это просто более сложная конструкция. Два глобальных этажа, где происходит место действия, да, но это не значит, что тот, который внизу, он менее-менее значимый. Это же, может быть, наоборот. Мне кажется, что спектакль, который создает Кристин Шпук, он очень атмосферный. Он действительно втягивает тебя в этот мир, который в том числе с помощью музыки возникает перед нами. Музыка здесь играет очень важную роль, потому что история главного героя, которая рассказана с помощью виолончельного концерта Элгара, окружена вот этой аурой, которая передается в музыке Гласа, которая создает некий новый мир, новое место. Каждый раз мы куда-то вместе с ней движемся, переносимся. Стоп. Кристин, я ничего не слышу. Никакого акцента. Я знаю, я знаю, я слышу. Ничего страшного, я с тобой. Хорошо. Маэстро, мы начнем с ее соло, когда она сидит на стуле. С того момента, когда выбегают танцоры, когда Орландо сидит на стуле. Пожалуйста, 66. Стоп. Движение времени, продиктованное сюжетом и переданное музыкой, не могло не отразиться и в декорациях. Сценограф Руфус Гедвишус более пяти лет работает с Кристианом Шпуком. Он использует большие открытые пространства, которые совершенно не отвлекают от происходящего на сцене. Я думал, что он сделает два в одно, но тогда у нас не будет достаточно мотива. Наша лаконичная сценография строится на двух идеях. Первая — это идея времени. Вторая — идея памяти. Для первой темы, поскольку время находится в беспрерывном движении через столетия, мы придумали некий туннель, уходящий в темноту. Из него на свет появляются люди и явления. Он задает направление танцевального рисунка вперед по оси времени. Что касается памяти, символом для нее были выбраны старые фото. Они должны создавать эффект ускользающих воспоминаний и ассоциативных образов. Если брать фотографию дерева, то это реперная точка в книге. Старый дуб, к которому постоянно возвращается Орландо. Есть еще фото, напоминающее двух животных, схваченных снимком в движении. Они как бы создают живой мост. Но вместе с тем, они символизируют стремительный бег времени. И только в сценах эпохи Рококо фотофон передает момент статики, показывая фрагмент обстановки комнаты Орландо. Самой непростой задачей было найти пространственное решение для потока времени. Все действие происходит в прошлом. А под конец герой выныривает в настоящее. Это подразумевает, что большая часть спектакля протекает в отсутствии яркого освещения. Ну, немножко опоздать. Хорошо. Мне сказали, что она прошла не одни окладачи. Субтитры создавал DimaTorzok и задумала для его пустящую корню. Орландо этот проект интересен возможностью путешествия во времени. Мы проживаем целую череду веков, начиная с 17 века и заканчивая началом 20-го. И моя задача заключается в том, чтобы сделать эти эпохи визуально внятными для зрителя. Да, костюмы — это, конечно, отдельная тема. Орландо — 10 костюмов. Пять на партию мужчины и пять на женскую партию. Переодевание происходит иногда прямо на сцене. То есть даже в некоторых картинах мы бежим по сцене, на ходу снимаем один жакет, надеваем другой. Любовь Орландо к книгам проявилась рано. В детстве аж часто заставал его за чтение поздно ночью. Нужно было пересмотреть различные картины разных эпох. Самые известные портреты королевы Елизаветы. Я ездила в замок Гринвич, где хранится большинство из них. Приглядывалась. Надо было бы изучить и дом Орландо. Вы знаете, автор его списывал с реального известного поместья Елизаветинской эпохи под названием Ноун. Оно в предместьях Лондона. Безусловно, все это обогащает атмосферу создаваемого спектакля. Чтобы достойно отразить дух эпохи, ты должен соприкоснуться с ее материальной историей. Все костюмы достаточно сложной. Для каждой эпохи создан свой силуэт. Большой театр один из тех редких театров, где хранят традиции костюма. Здесь столько цехов, где передают знания, умения. В наше время это большая редкость найти таких профессионалов в одном театре, иметь шанс использовать мастерство, которое в театральном мире практически утрачено. Посему работать в большом особенной удаче. Любимых артистов, для того, чтобы еще второй, третий, четвертый раз и сегодняшнее волнение перед генеральной репутацией. Это тоже большое. Спасибо вам. Я не думаю, что гендерная проблематика является основной темой книги Вирджинии Волф. Кристиан, вы являетесь директором балета Цюриха. Как вам кажется, что объединяет вашу компанию и труппу Большого театра? И в чем разница? Цюрихский балет насчитывает 36 танцоров, плюс молодежная труппа из 14 человек. То есть всего 50 артистов. Насколько я знаю, в труппе Большого театра около 200 танцоров. Так что разница солидная. Кроме того, мы ставим много современных балетов. В репертуаре Большого театра наоборот преобладает балетная классика. А роднит нас прежде всего язык классической хореографии. Общей является и глубокая преданность артистов своему искусству. Как человек, который руководит труппой из 39 человек плюс 14 юношей, справляется с балетом Большого театра? Я думаю, что человек один не может справляться. Если есть общее единение, есть общее понимание, если вы в состоянии увлечь, если вы в состоянии убедить то, что вы предлагаете, начинают разделять многие, тогда, наверное, да, потому что, в противном случае, это достаточно сложно. Если генеральная репетиция пройдет не так хорошо, значит, премьера будет бесподобной. Думаю, танец — это наш общий с танцорами язык. Он служит инструментом для взаимопонимания. Но что действительно для меня непривычно, так это масштаб коллектива, постановки и объем разнообразной работы, которая происходит параллельно с нашей. Впрочем, в конце тяжелого дня мы все похожи друг на друга. Мы люди, и мы друг друга понимаем. Я знаю, завтра будет лучше. Надеюсь. Это не надежда. Надежды нет. Я знаю. Это не надежда, это знание. Итак, текст закончится, и я увижу, что вы готовы. Я понял. Просто услышать этот момент. Хорошего выступления. Спасибо. В общем-то, он здорово держится с труппой Большого театра, потому что здесь очень много составов. Всегда нужно иметь точно на блок спектаклей. Три состава минимум. И помимо в кардебалете также нужно несколько составов. И сейчас в связи с болезнью люди меняются очень часто. И при этом он все равно сохраняет позитив. И ничего, молодцы. Вы идете назад, и пока идете назад, делаете поклон. Вырубка света. На самом деле, до сих пор непонятно, что происходит, какие составы, и готовы ли они до конца. Потому что сейчас опять несколько человек выбыло по причине болезни. Ну, надеюсь, что в ближайшее время все станет на свои места, и все все поймут. Я хочу, чтобы вы танцевали. Понимаете? Хорошо? Улыбнитесь. Иллюзия для души, как атмосфера для земного шара. Разбейте этот нежный воздух, и растения погибнут, померкнут краски. Правда обращает нас в ничто. Жизнь есть сон, пробуждение убивает. Тот, кто лишает нас снов, лишает нас жизни. Ольга забирает Кристиана сегодня. Пока мы не поднимем, дирижер не начнет. Да, для нас ориентир, дирижер в яме, но будет... Можно я, я румяны чуть-чуть, и помню, вот. Да, можно. Мне вчера, знаешь, какой вопрос задали в зале, когда я вышла на конференцию на это? Вы считаете ли вы, что этот балет провокационный? А в чем провокация? Я стою и думаю, конечно, можно подумать, если так. Да, в каждом из нас есть мужское и женское начало. И я решила была готова к такому вопросу. Мы ничего, мы потом добавляем коричневого, и все будет хорошо. Получается. не волнуйтесь, нет повода для волнения. Наслаждайтесь, хорошо? Спасибо большое, неплохо всем. Еще раз внимание на первую верховую. внимание на то, что 5-й верховую. Мне нравится, что действие развивается в разных плоскостях, и ты не знаешь, куда вообще смотреть. И хочется и там остановить взгляд, и в другом углу на сцене. Хочется даже пересмотреть, потому что, ну, невозможно все охватить сразу. Мне очень понравилось. Более того, даже, наверное, были какие-то моменты, когда настолько пробирало внутри, практически наворачивались слезы. Ты действительно переживаешь чувства, которые испытывает главный герой, и хореография это очень тонко и точно передает. Особенно мне нравятся две части. Это поэзия и секс. Поэзия мне понравилась за счет артистов, конечно. Денис Савин это такой артист, который может из любой второстепенной роли всегда сделать первостепенную. И дуэт любовный, очень красивый во втором акте. Танцует его Ольга Смирнова. Она погружена в эту партию. Ее взгляды, ее профильные повороты головы, ее воздушные красивые арабески. И, конечно, Семен Чудин достоин всяческих похвал. Он абсолютно великолепен. Он умеет разговаривать телом. Такие противоречивые у меня впечатления от этого балета. Эстетика, она привычная. Эстетика шпука. Вот этот вот черный такой квадрат, как черная дыра, который вот оформление, мрачная очень атмосфера практически во всех балетах. Ну, что мне понравилась, тема времени, которая вот под музыку Гласса, это сделано интересно. Вы видите, успех большой, потому что раньше синтетический был театр, всегда говорили что-то, какие-то монологи, диалоги, разворачивали даже такие плакаты, на которых были написаны титры, и мы это видим тут. То есть публика понимает, о чем речь, хотя это сложный очень философский и иронический такой роман Вирджинии Вульф. Я думаю, если бы не было бы текста, то публика ничего не поняла. Я процитирую Вирджинию Вульф, она задалась вопросом, сколько разных я живет в личности художника, сколько разных я живет в вас. Думаю, во мне живет миллион Кристиан. В любом человеке кроется множество личностей. Сколько зависит от того, какое количество другие предпочитают видеть. в этом году. Спасибо. Продолжение следует...